Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирина Звягинцева, коротко о главных темах выпуска. Здесь тепло, замечательно, хочется работать. Лечение в комфортных условиях в селе Восток Паранайского района открыли новую амбулаторию. Чувствуется, что оно свежее, свое мясо, здесь не перемороженное, поэтому доверяем нашей продукции, любим ее. Гарантия качества, птицефабрика Островная расширяет ассортимент и объемы производства. За сто дней тушка вырастает на два с половиной килограмма мяса. Поддержать производителя сахалинским фермером помогут наладить сбыт продукции. Мне нравится заниматься театральной студией. Школьным студиям нужна поддержка. В регионе запустили проект создания театральных мастерских в учебных заведениях. На старт! Внимание! Марш! От всех болезней на снегоступах необычные спортивные забеги прошли в коррекционной школе «Надежда». В Сахалинской области продолжается реализация рыбы по доступной цене. На вага камбала корюшка всего около 10 наименований можно приобрести с минимальной торговой наценкой. При этом социально ориентированный проект расширяет географию. Уже более 200 предприятий подписали соответствующие соглашения с властями региона. Ольга Артемова продолжит тему. Накормить многодетную семью – дело непростое. Мария Крылова – мама троих дочерей. На ужин гарниру и дети и супруг Сахалинки часто просят рыбу. Дары моря женщина берет по специальной цене. На вага и сель – по 69 рублей, горбуша – 241. Минимальная наценка в этом отделе стала возможной благодаря программе «Доступная рыба». Особенно в духовочке все это любим. Горбушу берем, минтай я беру, камбалу пожарить тоже берем. И любим на вагу посушить даже. Сушеную очень тоже любим. Поэтому приходим часто в магазин, потому что цены очень приемлемые, недорого. Поэтому мы любим ходить сюда. Уличный рынок техник. Здесь цены значительно выше – на десятки рублей. При этом на покупательский спрос продавец не жалуется. Анжелика Зацарина стоит за рыбным прилавком уже два года. Тогда, будучи 15-летним ребенком, долго пришлось искать работу. Не брали из-за возраста. А вот свои нужды уж очень хотелось оплачивать самой. Руку помощи протянул хозяин торговой точки. Сказал, рыбу сахалинцы любят, продавать ее весьма легко. А вот на территории рынка янтарь огромного количества покупателей не наблюдается. Рыбу по такой цене большинство считает дорогим удовольствием. И позволить себе такую продовольственную роскошь многие не могут. Особенно неработающие пенсионеры. Минимальная торговая наценка в рамках соцпроекта действует и на свежевыловленную рыбу. В 2022 году, несмотря на сложности, сохранятся и льготы, и объемы. Наши предприятия готовы поставлять по ценам ниже рыночных свежую рыбу, только что выловленную. По ценам предыдущего года. В 2021 году у нас был установлен показатель по программе свежевыловленная рыба 200 тонн. Обеспечить все население Сахалинской области. Мы выполнили 255. В этом году у нас установлено 250, но уже на сегодняшнюю дату мы реализовали 140 тонн. Сегодня рыбу с минимальной наценкой предлагают жителям и гостям региона 246 торговых точек. При этом к сотрудничеству приглашают всех желающих предпринимателей. Субъектом может выступать магазин, отдел, павильон или автолавка. Для вступления в проект необходимо обратиться с заявлением в районную администрацию. Социальный проект пользуется популярностью и у сахалинцев, и у курильчан. В 2021 году рыбы от местных промышленников с минимальной наценкой продали более 280 тонн. Ольга Артемова, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ. Строительство первой очереди жилого комплекса «Уюнпарк» в Южно-Сахалинске идет с опережением графика. Об этом губернатору Валерию Лемаренко доложили в ходе инспекции строительной площадки, расположенной в северной части островной столицы. Три 17-этажных дома планируют создать в эксплуатацию в декабре этого года. Современные квартиры переедут в 400 островных семей. Очень важно, чтобы именно сейчас продолжить вводить жилье в том же объеме, как мы и запланировали, по 500 тысяч квадратных метров в год. Для того, чтобы строить такое количество, нужны, безусловно, мощности. И индустриальный метод, которым сейчас пользуются наши компании, в частности компания «ПИК», позволяет с такой задачей справиться. «Уюнпарк» – масштабный проект, который объединит жилую застройку, социальные объекты, а также общественные пространства. Здесь появится средняя общеобразовательная школа и детские сады, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника, парк и бульвары. В селе Восток Паранайского района открыли новую амбулаторию. Строительство медицинского пункта велось в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В учреждении, рассчитанной на 50 посещений в смену, жители села смогут получать квалифицированную помощь в современных комфортных условиях. Подробности у Евгения Конькова. Терапевт Надежда Насар принимает больных односельчан. Теперь после переезда в новое здание работать стало куда приятнее. На голову ничего не сыплется, а из щелей не дует. Стены трескались, потолок обрушивался. Поэтому как бы сравнивать. Мы очень рады, что мы наконец-то работаем в очень комфортных условиях. Красивых, чистых, светлых. Здесь тепло, замечательно, хочется работать. Пациентка Галина Шабалина тоже помнит свои походы в обетшалое здание, которое сделали медицинским учреждением временно. Поскольку старая амбулатория стала непригодна по всем статьям. Ой, мы долго очень ждали ее. И довольны всем. Надеюсь, что и им прекрасно, и нам тоже хорошо. Современная амбулатория построена по типовому проекту. Регистратура, стоматологические и прививочные кабинеты, туалеты для инвалидов. Старое здание амбулатории находилось в приспособленном помещении со всеми вытекающими отсюда проблемами. Это здание строилось уже как амбулатория, поэтому здесь предусмотрено все. И кабинеты, и даже дневной стационар. В стационаре теперь можно спокойно лежать под капельницей, не боясь, что с потолка закапает вода. Галина Смолянникова довольна. Условия улучшились. Общение с врачами и с обслуживающим персоналом прежнее. Потому что те же люди, которые были в приспособленном помещении, работают здесь. Мы к ним привыкли. И лучше, чем они, никого нет. Строительство медицинского пункта велось в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Она реализуется под контролем главы региона Валерия Элимаренко. Соответствующие всем современным стандартам пожарной безопасности, архитектуры, санитарно-эпидемиологическим нормам. И сейчас жители поселка Восток смогут получать медицинскую помощь в более комфортных условиях. За последние годы в области открылись более 20 новых медицинских объектов. И особое внимание уделяется удаленным селам. Сегодня во всем мире отмечают день борьбы с туберкулезом. Показатель заболеваемости этой инфекции в Сахалинской области 48 человек на 100 тысяч населения. За прошедший год на островах 233 человека подхватили инфекцию. В том числе 12 детей и 8 подростков. От болезни скончались 37 человек. Для того, чтобы лечить успешно любое заболевание, то нужно его рано выявить. Так и туберкулез. Для того, чтобы выявить туберкулез у взрослого человека, самый такой, можно сказать, единственный метод и очень эффективный – это рентгенфлюографическое обследование. Но это все равно флюорография, рентгенография или даже, допустим, сейчас компьютерная томография. Потому что человек, заболев туберкулезом, он ничего не чувствует. У него все нормально. Он ходит себе на работу, придется с работы, немножко чувствует себя уставшим, а признаков никаких нет. Рентген нам дает более общую картину, а уже компьютерный томограф – это более послойные срезы, 64 среза, и дает нам более углубиться в патологию и поставить уже диагноз. За сутки через рентген и компьютерный томограф проходят примерно по 30 человек, еще 100 в день делают флюорографическое обследование. В Сахалинской области каждому жителю его необходимо проходить раз в год. Строительство нового забойного цеха на птицефабрике «Островной» вышло на финишную прямую. Работы выполнены на 80%. Тем временем предприятие продолжает снабжать Сахалинский рынок мясом, птицей и яйцами. В этом году производство будут наращивать. Спрос островитян на свежую и полезную продукцию растет. Подробности далее. Мощности нового буйного цеха позволят выпускать до 10 тысяч голов в час. Это в разы увеличивает продуктивность. Ведь сейчас предприятие, работая на старой линии, выпускает от 7 до 9 тысяч за целую смену. Здесь смогут производить не только охлажденную курицу, но и полуфабрикаты. Помещение готово на 80%. Осталось установить вентиляцию и провести пусконаладку. 90% закупаемого оборудования, согласно проекту, все российский производитель. Данные промышленные корпуса, независимая бройлер, клетка, они на 70% имеют гарантийное слое обслуживание. И по комплектации, либо запасным чувствам мы не страдаем. Недавно на предприятие завезли суточных цыплят новой породы. Птицы здоровы, скоро их переведут в промышленное стадо. Суточные цыплята кросса «Суперник» и «Коралл». Это будет производиться яйцо с белой окраской скорлупы и с кремовой. Сейчас очень востребованная с кремовой окраской скорлупы у жителей Южно-Сахалинска, ну и вообще Сахалинской области. Пользуются спросом островных покупателей не только яйца. Охотно берут и другую продукцию. Мы довольны, что у нас есть такая фабрика. Что мы сейчас независимы от материка. Продукция очень хорошая. А что берете чаще всего, мясо или яйца? Я беру больше всего яйца. И вот отбивные, вот такие куриные. Ну, бывает там грудку беру. Чаще мы покупаем яйцо. У нас большая семья, 6 человек. Предпочитаем эко-яйца. Нам почему-то кажется, что они такие деревенские, настоящие. Ну, они на самом деле, у них как-то желток совсем другой. Берем мясо, филе куриное, фарш, в принципе, пользуемся. Наверное, все-таки чувствуется, что оно свежее, свое мясо. Здесь не перемороженное. Поэтому доверяем нашей продукции, любим ее. Сегодня потребность сахалинцев в мясе, птице и яйце полностью закрыты. И, как говорят на предприятии, санкции не боятся. Предприятие работает в стабильном режиме. И все санкции, которые на сегодняшний день, как бы говорят, якобы будут мешать развитию российского производства, ну, по крайней мере, мы с ним справляемся. По этому году предприятие выпустит 4,3 тысячи тонн мяса броллеров. Во втором полугодии мы увеличим объем производства, выйдем на показатели до 400 тонн объема производства ежемесячного мяса птицы броллеров. Сегодня «Астровная» выпускает 300-310 тысяч яиц ежедневно. В мае выйдут на повышенные показатели 370 тысяч. Мария Кондиус, Максим Чернобровкин, телекомпания ОТВ. Инспекторы управления ГИБДД Сахалинской области провели рейд по пешеходам и водителям. Переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора, не перебегать проезжую часть в неположенных местах, а тем, кто за рулем, обязательно пропускать идущих по нерегулируемой зебре. Соблюдение этих простых правил зачастую может спасти человеческую жизнь. Проверка была на улицах Сахалинской, Ленина-Пуркаева и проспекте Мира. Инспекторы останавливали горе пешеходов, которые переходили перекрестки на запрещающие красный и желтый сигналы светофора, тем самым создавая опасную ситуацию. Некоторые граждане смело пересекали проезжую часть прямо перед инспекторами ГИБДД и патрульной машиной. Отмечу, только с начала года на дорогах региона с участием пешехода зарегистрированы 16 ДТП, в результате которых один человек погиб, и 16 получили травмы различной степени тяжести. Островным аграриям помогут в сбыте продукции и поддержат финансово. В регионе действует несколько программ по развитию сельскохозяйственного производства. Все подробности расскажет мой коллега Владимир Лин. Пять лет назад Владимир Сафронов решил кардинально поменять свою жизнь. Узнав о региональной поддержке начинающих фермеров, подал заявку на финансирование. Начать решил с кроликов и перепелок. Получил грант полтора миллиона рублей и начал трудиться, не покладая рук. Построил несколько помещений и приобрел живность. Постепенно хозяйство росло, вместе с этим прибавлялся опыт. Сейчас у Владимира несколько тысяч птиц, бараны, коровы, козы. В общем, чего только нет. Причем все животные элитных пород. Эта порода называется калифорнийская. Я выбрал ее из-за того, что она не так к болезням всяким и набирает быстро вес. Вот за сто дней тушка вырастает, два с половиной килограмма мяса. Большую часть продукции фермер реализует через местные торговые сети. Есть и частные заказы. Однако в последнее время спрос упал. Появилась серьезная конкуренция. Из-за плохой реализации мяса кролика у меня здесь в наличии 50 кролика маток. Ну и штук 40 голов на забой есть на сегодняшний день. А так перед Новым годом, вот эта клетка была вся полная, перед Новым годом забил на мясо, реализовывал магазин в Южно-Сахалинске. Для аграриев, которые испытывают сложность в реализации товара, на островах запустили еще одну меру поддержки. Найти новых покупателей можно на просторах интернета. Нашим центром разработана онлайн-площадка, то есть она так называется ярмарка, на которой мы размещаем продукцию наших фермерских хозяйств. То есть это все происходит бесплатно. Продвигаем в торговые сети, помогаем реализовывать продукцию, то есть и на ярмарках, и в торговых сетях. То есть люди, когда узнают о том, что есть такие фермеры, лично обращаются, и благодаря этой ярмарочной площадке увеличиваются и обороты. Ежегодно для поддержки аграриев на островах выделяется более 2 миллиардов рублей. Субсидии получают не только начинающие фермеры. В регионе действуют программы по модернизации давно существующих хозяйств. Например, гранты на приобретение новой сельхозтехники. Владимир Ильин, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. Японцы потеряли возможность посетить Курильские острова без визы, как и развивать совместную с Россией хозяйственную деятельность на юге гряды. Москва вышла из переговоров со стороной восходящего солнца по мирному договору между государствами. Такое заявление сделал на неделе российский МИД. Шаг является ответным на враждебные действия с японской стороны. Официальный Токио присоединился к западным санкциям, а также снял с России статус наибольшего благоприятствования в торговле. Я считаю, заявление российского МИДа о выходе из переговоров о заключении мирного договора с Японией абсолютно оправданным, своевременным, хотя и несколько, возможно, запоздалым. Хочу также напомнить, что любые попытки пересмотра итогов Второй мировой войны в части установленных границ ни к чему хорошему не приведут. Добавлю, компании «Митсуби» и «Митсубиши», владеющие долями в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», на фоне происходящих событий заявили о продолжении работы и отсутствии планов выхода из проекта. Это еще не все новости. Смотрите далее. Мне нравится заниматься театральной студией. Школьным студиям нужна поддержка. В регионе запустили проект создания театральных мастерских в учебных заведениях. На старт! Внимание! Марш! От всех болезней на снегоступах необычные спортивные забеги прошли в коррекционной школе «Надежда». У МВД России по Сахалинской области напоминает. Телефонное и интернет-мошенничество набирают обороты. Не совершайте операции по карте по просьбе незнакомых лиц. Не сообщайте номер своей банковской карты и пароли. Не соглашайтесь на предоплату при покупке и продаже товара через интернет-объявление. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, соблюдайте правила безопасного поведения и доведите информацию до близких, в особенности пожилых родственников. На Сахалин прибыли сивычи. Морские животные традиционно облюбовали брикватор – искусственное ограждение порта в Невельске. Первые особи приплыли в город еще в январе. В их числе самые крупные самцы – сикачи. Они всегда прибывают раньше основной стаи, чтобы разведать обстановку. Теперь на камнях в акватории портового города обитают уже несколько десятков сивычей. Мои коллеги расскажут подробнее. Пока на смотровой площадке в Невельске немноголюдно. Местные к сивычам на брикваторе привыкли, а гости из других районов еще не доехали до портового города. Но посмотреть уже есть на что. Сивычи массово оккупировали волнолом в акватории райцентра. Первые особи приплыли в город еще в январе. В их числе самые крупные самцы – сикачи. Они всегда прибывают раньше основной стаи, чтобы разведать обстановку. Теперь на камнях в акватории портового города обитают уже несколько десятков сивычей. В Невельске, на гербе которого изображено это морское животное, именно по их приходу официально начинается весна. Вообще всегда у нас они приплывали в конце января, в начале февраля. Но есть у нас особи, которые могут оставаться круглогодично. Это несколько особей, которые оказались битыми и не могут уплыть. Либо по каким-то еще причинам, по которым мы еще пока не можем сказать. Наблюдать за ластоногими можно несколькими способами. Самый привлекательный экскурсии на лодках пока недоступен. Однако с берега тоже можно рассмотреть сивычи во всех подробностях. На смотровой площадке установлены специальные бинокли. Еще одна альтернатива для знакомства с животными – онлайн-камера, которую местные власти установили на самом брикваторе. Чтобы посмотреть круглосуточную трансляцию, достаточно зайти на сайт районной администрации. Видеонаблюдение используют не только для населения. Так в мэрии следят за порядком на лежбище сивычей. В администрации Небельского городского округа установлена онлайн-видеокамера, которая в режиме 24 на 7 следит за животными. Именно направлена на то, чтобы наблюдать за животными. Тем самым мы можем отслеживать, если кто-то, допустим, из жителей, из гостей, приехавших к нам в район, мешает сивычам, мы можем отследить это и, соответственно, уже сообщить в компетентные органы. Чуть позже, примерно с 15 апреля, на островах откроют сезон морской навигации маломерных судов. Тогда к лежбищу можно будет подойти ближе. Местные туроператоры устраивают организованные экскурсии на лодках. Их участниками становятся многочисленные туристы и подрастающие сахалинцы. Если вообще рассматривать динамику по сивычам, да, конечно, однозначно. То есть это идет определенный прирост у каждой компании он свой, конечно. Ну и в целом, даже если смотреть по всему потоку, который сюда приезжает или здесь путешествует по острову, то он, естественно, каждый год растет. Сохранение популяции сивычей – одна из главных задач для местных властей. Это лежбище уникально. Во всем мире есть только три подобных места, где ластоногие обитают максимально близко к человеку. В обозримой перспективе сивыч может обзавестись собственным праздником. До начала пандемии в Невельске ежегодно отмечали международный трехдневный фестиваль обжига керамики. Он собирал гостей со всего мира. Сейчас, когда ограничения снова сняты, ему на смену может прийти день сивыча. Локально такой праздник уже отмечают в некоторых учреждениях города. Ну а над глобальной концепцией международного фестиваля сейчас работают местные активисты, общественники и творческие объединения. Данил Порошуков, Юрий Рыжов. Телекомпания ОТВ. В четвертой школе Южно-Сахалинска прошел урок мужества. Девятиклассникам рассказали о героях Великой Отечественной войны и горячих точек. Им показали военно-исторические фильмы и дали возможность поддержать в руках настоящее боевое оружие. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. С древних времен славился русский народ храбростью, героизмом и любовью к своей родине. Уважаемые ученики, мы рады приветствовать вас на уроке мужества. В фойе школы номер 4 девятиклассники и приглашенные гости, ветераны силовых структур. 44 года назад Борис Картава в этом самом зале получал аттестат, отдал долг Отечеству на границе с Китаем, затем работал в милиции, прошел путь от рядового до полковника. Сегодня он вернулся в свою школу, чтобы рассказать ребятам о героизме, воинской отваге и чести. В родных стенах он проводит урок мужества. Делится с подростками тем, как воспитать в себе это качество, а также своим жизненным опытом. Знаки ГТО надо получать. Почему? Потому что если человек не будет физически подготовлен, он не сможет перенести все тяготы и лишения. Поэтому вначале они проходят, вот считаю, ГТО. Потом у нас есть такая юн-армия, 2803 человека у нас в Сахалинской области юно-армейцев. Девятиклассники знакомятся с героическими страницами нашей истории, смотрят патриотические фильмы, внимательно слушают и задают вопросы. Самые любознательные в конце встречи могут поддержать в руках боевое оружие и почувствовать себя настоящими защитниками Родины. Мужество, в моем понимании, это когда воин бьется до конца и никогда не сдается за свою Родину. Мужественный человек – это тот человек, который не боится каких-либо трудностей, может поставить за свою Родину и отстоять интересы своего правительства. Уроки мужества проходят во всех школах региона. Обычно их проводят в канун знаменательных дат, таких как 9 мая и 3 сентября. Традиционно ребятам рассказывают о героях Великой Отечественной войны и горячих точек. Сегодня к ним добавляют и другую информацию о том, что происходит сейчас на Украине, об освобождении Донбасса и Луганской области. Вера Рудакова, Максим Чернобровкин, Телекомпания ТВ. Театральные студии должны появиться в каждой школе региона. Такое решение принято за круглым столом работников культуры и Министерства образования. В Сахалинской области начнут выявлять актерские способности ребят и будут помогать в развитии природных артистических данных ребенка. Подробности в материале Якова Морозова. Всем известно, что театр начинается с вешалки, но не в этой ситуации. Здесь театр начинается со школьной скамьи. На первый взгляд, это обычный класс. Однако, кроме партии учебников, здесь есть элементы сценических декораций реквизита, детали костюмов. Театру, в котором играют дети, всего полгода, но за плечами уже постановка мивской сказки и чеховской каштанки. Мне нравится, потому что я получаю много знаний. Я стараюсь подробно запомнить движение, мимику, понять мотивы поведения, чтобы потом суметь сыграть моего героя по заданию режиссера. А режиссер – это наш учитель Светлана Григорьевна. Театральные занятия полезны абсолютно всем, уверена Светлана Ким. Именно поэтому на базе своего класса она создала небольшое творческое объединение. Цели ее просты, прежде всего, развитие речи. Научить детей, научить детей говорить, говорить красиво, говорить правильно, обладать цинической речью. Не только говорить, но и правильно выстраивать отношения. Работать в команде, творить и фантазировать. Театр дает ребятам целый комплекс полезных навыков. Об этом говорили за круглым столом, который состоялся в Сахалинском областном театре «Кукол». В каждой школе должен быть свой театр. Главный тезис собрания. Безусловно, мы понимаем, что эта деятельность, с одной стороны, интересна тем, что она воспитывает юного зрителя, а с другой стороны, является очень мощной такой воспитательной технологией, которая позволяет ребенку раскрепоститься, лучше узнать литературные произведения. Советы старшеклассников, руководители уже состоявшихся студий, представители молодежных организаций, студенты и деятели культуры поделились опытом работы и определили перспективы выполнения этой серьезной масштабной задачи. Важно, почему? Потому что это очень серьезный диалог. Это диалог с самим собой. Это разбор не только произведения. Это где-то может быть взгляд на себя внутри. Научиться читать, научиться видеть смысл между строк. Вот это наша самая очередная задача. Планы амбициозны. Первый этап – создание театральных студий при школах. А дальше – организация регионального конкурса, который, возможно, перерастет в Дальневосточный фестиваль школьных театров. Яков Морозов, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Убежали от болезни на снегоступах. В коррекционной школе «Надежда» прошли необычные зимние забеги. Вместо лыж или кроссовок участники соревнований надели снегоступы. В них ребята на скорость преодолевали различные дистанции. Правила соревнований очень просты и вполне по силам ребятам с особенностями развития. Все подробности далее. Участники соревнований надевают экипировку. И это не для туристического похода в лес. Сегодня на территории школы проходят необычные состязания. На снегоступах дети будут участвовать в забеге. На старт. Внимание. Марш! Это уже вторые такие соревнования, которые проводит коррекционная школа «Надежда». Для детей, чьи физические возможности ограничены, спорт не просто необходим, жизненно важен. Активные игры улучшают физическое состояние детей, повышают координацию, способствуют хорошему кровообращению. А главное – помогают социализироваться и воспитывают дух соперничества. В этом году участникам состязания необходимо преодолеть разные дистанции – 25, 100, 300 и 600 метров. В борьбе заявлено более 100 человек. Это почти наполовину больше, чем в прошлом году. Раньше такие состязания проходили только среди воспитанников «Надежды». Сегодня к ним присоединились и другие образовательные учреждения. В этом году принимают участие у нас спортсмены с Долинской школы адаптивного отделения. Они, по нашему примеру, прошлогоднему, тоже закупили снегоступы, вели подготовку в этом году в бег на снегоступах. Сегодня у нас есть уже маленькие конкуренты. В соревнованиях также приняли участие ученики адаптивных отделений других спортивных школ, детних видов спорта и восточных единоборств областного центра. Спорт должен быть доступен каждому. Именно такая задача стоит перед педагогами, которые занимаются с особенными детьми. Они развивают подходящие для таких ребят виды спорта, выбирают специальные упражнения. И как итог – соревнования, которые становятся настоящим праздником для спортсменов и их наставников. Победителям вручают медали, грамоты, сладкие призы. Но главная награда для всех – заряд бодрости и здоровья. Мария Кондиус, телекомпания ОТВ. Я напоминаю, что эти и другие новости вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале ОТВ «Сахалин», а также на сайте информационного агентства «Сахалин Курилы» и в социальных сетях. Ну а я прощаюсь с вами. Всего доброго и до свидания. С 2014 года в России было зафиксировано более 15 преступлений с применением насилия в учебных заведениях несовершеннолетними. Станьте для вашего ребенка другом, с которым можно поделиться своими переживаниями без страха. Уделяйте больше внимания его проблемам и взаимоотношениям со сверстниками. Не все дети одинаково счастливы, но абсолютно каждый заслуживает нашего внимания. Мобильные гаджеты сегодня не роскошь, а предмет необходимости. Чтобы не стать объектом кражи, помните правила. Держите карманы одежды и сумки закрытыми. Не оставляйте телефоны и планшеты в автомобиле. Не демонстрируйте телефоны незнакомым людям. Не приобретайте дорогие гаджеты детям. Они – легкий объект злоумышленников. Сохраняйте после покупки все необходимые документы. ОМВД России по Сахалинской области предупреждает. Будьте бдительны. Будьте бдительны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова